Всем привет, с вами Димон, вы на канале Всегитая. Ну что ж, сегодня у нас будет просто самая эпичная битва, потому что компания Xiaomi, а точнее компания Redmi, сегодня будет сражаться с компанией Meizu, потому что, да, друзья, сегодня у нас два самых интересных смартфона до 200 баксов. Да, это легендарный и уже хайповый Redmi Note 7 и, конечно же, суперновинка от компании Meizu, Meizu Note 9. Короче, друзья, садимся поудобнее, берем чай-печенюх и давайте же посмотрим, кто круче, Redmi или же Meizu. И начнем мы, друзья, с удобства использования. И знаете, тут бесспорный лидер Meizu Note 9, потому что ты берешь этот смартфон и просто офигеваешь от того, что это компактный смартфон, это удобный смартфон, и пользоваться одной рукой Meizu Note 9 очень-очень комфортно. Да, ты смотришь на дисплей и понимаешь, что компания Meizu не экономила и сделала просто миниатюрные, маленькие, компактные рамки вокруг дисплея. И да, это, наверное, самый красивый смартфон с фронтальной части до 200 баксов, потому что его каплевидный вырез это что-то нереальное, потому что ты смотришь на все остальные смартфоны, которые имеют каплевидный вырез, и он большой, это тупо прыщ, непонятно что. На том же Redmi Note 7 тоже у нас каплевидный вырез большой, и это реальный прыщ. И да, друзья, Redmi Note 7 не может похвастаться вот такими вот крутыми, вот минимальными рамками вокруг дисплея, потому что на Meizu Note 9 они реально маленькие. И да, смартфон компактнее, чем Redmi Note 7, хотя разница в диагоналях дисплея здесь вообще незначительная. Короче, Meizu Note 9 крутой. Материалы корпуса. Ну что ж, оба смартфона получили пластиковую раму. Да, и причем это глянцевая пластиковая рама, которая, конечно же, быстро будет царапаться и пачкаться. А вот материал задней крышки вообще разный, потому что Meizu Note 9 это пластиковая задняя крышка, причем глянцевая. И в черном цвете смотрится это все не очень круто, потому что быстренько покроется царапинами и отпечатками пальцев. Но белая версия этим, слава богу, не страдает, потому что в белом цвете вообще не видно ни царапин, ни разботов. Короче, здесь все хорошо. А вот Redmi Note 7, друзья, получил уже стеклянную заднюю крышку. И это очень круто, потому что отпечатки пальцев буквально моментально стираются, и, конечно же, задняя крышка не так быстро царапается. В общем, друзья, тут вы решайте сами, что вам больше нравится, пластик или же стекло. Сборка смартфонов. И знаете, тут, в принципе, все хорошо. Ничего не болтается, щелей нет, кнопки посажены идеально. Но дело в том, что, к сожалению, у меня на Meizu Note 9 скрипит задняя крышка. Да, это пластиковая, это глянцевая крышка, скрипит. Да, возможно, это у меня такой образец, но в любом случае вы должны об этом знать. Но, слава богу, Redmi Note 7 таким не страдает, потому что здесь вообще великолепнейшая сборка. Ничего не скрипит, не люфтит. Можно вот так вот что угодно делать этому смартфону, и все равно он вообще не издает никакого звука. Особенности. Ну что ж, оба смартфона получили USB Type-C. Есть разъем для наушников. И, конечно же, присутствует светодиодный индикатор уведомлений. Но дело в том, что лотки для сим-карты здесь кардинально разные. Потому что Meizu Note 9 получил лоток, который поддерживает только две сим-карты. И все. А вот Redmi Note 7 может похвастаться комбинированным лотком для сим-карт, который поддерживает и сим-карты, и microSD. Это очень хорошо. Но, помимо этого, конечно же, Redmi Note 7 получил инфракрасный порт для управления техникой, что довольно-таки неплохо, возможно, кому-то пригодится. И, конечно же, есть супер-защита от брызг. Да, вот так вот. А вот Meizu Note 9, к сожалению, ничем таким похвастаться не может. Meizu Note 9 получил шикарный экран на 6,2 дюйма с Full HD+, разрешением. Redmi Note 7 получил дисплей на 6,3 дюйма и тоже с Full HD+, разрешением. Ну что ж, оба экрана получили нормальное олеофобное покрытие, хорошую минимальную и максимальную яркости. Ну и, конечно же, здесь шикарные углы обзора. Ну что ж, по цветопередаче это плюс-минус одинаковые дисплеи, потому что я лично никакой разницы не заметил. Единственное, что на Meizu белый цвет более холодный, а на Redmi Note 7 более теплый. Но во всем остальном это два шикарных дисплея, потому что картинка насыщенная, вкусная, вообще претензий нет. Звучание. Ну что ж, оба смартфона получили шикарные, хорошие мультимедийные динамики, которым вот реально претензий нет. Но если сравнивать два этих смартфона, то по громкости здесь все плюс-минус на одинаковом уровне. А вот качество немножко разное, потому что Meizu Note 9 имеет такой громкий звук, у которого немножко преобладают высокие частоты. А вот Redmi Note 7 может похвастаться более объемным и более богатым звучанием. Короче, друзья, тут лучше просто взять, прийти в магазин и послушать два этих смартфона, потому что реально все зависит от того, что вам больше нравится. И сказать, что какой-то из этих смартфонов звучит лучше, а какой-то хуже, я не могу, потому что оба этих смартфона имеют нормальные, хорошие мультимедийные динамики. Поэтому, друзья, тут решать нужно только самому и только при прямом контакте с этими смартфонами. А также отмечу разговорные динамики, потому что они, конечно же, здесь великолепны, к ним претензий нет. Производительность. Оба смартфона имеют одинаковый набор памяти 4.64 и, конечно же, работают на девятой версии андроида. А вот процессоры здесь разные. Redmi Note 7 получил старенький, но проверенный Snapdragon 660, а Meizu может похвастаться новеньким Snapdragon 675. Ну что ж, в повседневных задачах оба смартфона работают шустро и претензий к ним нет. Оба смартфона имеют приличное железо, которое должно все вытягивать без проблем и все будет зависеть только от программного обеспечения. Короче, друзья, вот вам спидтест сравнения и смотрите, кто вам нравится больше. Но отмечу, что мне больше нравится, как работает с оперативной памятью Meizu Note 9, потому что Xiaomi славится тем, что сколько бы там ни было оперативной памяти, все равно он все выгружает. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Частота кадров. ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 ДimaTorzok